Здравствуйте! Меня зовут Александр Тарасов. Я работаю начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности Среднеуральской ГРЭС. Сегодня мы с вами поговорим о электротравмах. Электротравма может произойти от воздействия электрического тока, например, от провода удлинителя, неисправного бытового электроприбора. Общее состояние человека при электротравме характеризуется от нарушений координации движений. Он может находиться в обмороке, могут быть судороги, паралич, лицо при этом будет синюшного цвета. То есть человек может находиться как в сознании, так и без сознания. Важно помнить одно. Нельзя сразу оказывать помощь человеку, поскольку он сам может являться проводником электрического тока, и вы при оказании помощи тоже можете пострадать. В первую очередь надо предотвратить, либо отключить источник тока. Если нет такой возможности, то можно, либо обмотав руку сухой тряпкой, вывести человека из действия электротока, либо, например, взять любую сухую палку, лопату с деревянной ручкой, неважно, с человека сбросить проводник, чтобы самому не попасть под так называемое шаговое напряжение. Делать это надо таким образом, не отрывая ног от земли и держа их вместе с собой. Вот таким вот образом подойти к человеку, взять его, например, за воротник, там, под руки, и вынести его в безопасную зону, двигаясь так же. Чтобы определить, что человек находится в сознании, ему стоит задать вопрос контрольный, да, где ты, кто ты, как тебя зовут, ну, любой простейший вопрос. Если человек не отвечает, можно его взять, легонько потрясти за плечо. После того, как вы вынесли человека в безопасное место, если он находится без сознания, требуется, во-первых, вызвать скорую помощь, во-вторых, приступить к переказанию первой помощи реанимационным действиям. Первым делом надо освободить человека от одежды, чтобы у него было не затруднено дыхание. Делаем два вдоха. После чего, примерно вот так вот держа руки, делаем 30 резких нажатий на грудную клетку. Если человек после этого не задышал, у него не появился пульс, продолжаем делать так же. Для того, чтобы избежать электротравмы, следует помнить некоторые простые правила. Строго действовать в соответствии с инструкциями по эксплуатации бытовых приборов. Никогда не лезть в электрощитки, в садовые щитки, поскольку это очень опасно, и лучше это поручить профессионалам. Спасибо за внимание. До свидания.